Продолжение следует... 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 Так, надеваем шапку. Надевай шапку. Заигралась. Вот она есть. Вот как раз нужно будет селфи сделать. Да, вот и мы сделаем селфи сейчас. Вы знаете, как это селфи? Так, а нынешний? Главное вспомнить, где камера. Давай. Так, это мы делаем так. И вот так. И все мы здесь. Улыбаемся. Раз, два, три. Вы заблокировали телефон. Не то нажал. Вообще класс. Все, давайте так тогда еще раз. Раз, два, три. Там потом напишешь телефон своего. Есть. Ну и раз, два, три. Прекрасно. Мы справились. Только я нажал не ту сначала. Кто нажал? Не ту нажал кнопку сначала. Это ж к тому, как часто я использую телефон для селфа. Подожди, подожди. Раз, тащи. Ты ж уже слово, стоп-слово уже неоднократно назвал. Тащи, пожалуйста. Розовенький. Опять. Короче, я нельзя говорить, да? Два. Еще одну тащи. Классно. Моя любимая стоп-слова, она любит у нас флагманский. Не разжимая губь, произнести пословицу хорошо смеется тот, кто смеется последний. Угу. Давай. Да. И ту давай. Вот эту. Бухнуться на колени и покаяться в своих трех наиболее существенных грехах. Да громче, громче. Бухнуться на колени и покаяться в своих трех наиболее существенных грехах. да ну твой взгляд конечно же там чисто у нас убирают каждый я больше не буду так у нас с этим словом поразиться стоп словом никак не дает она начать наша передача друзья спасибо что вы нас провоцируете комментирует также все нацелено да нам даже сказали что ваша передача как нам пытались смешная и нет не позитивно нелепая потому что мы все в пижамах да наша передача вот еще поднимут смешная и нелепая потому что именно смысл этой передачи быть смешной и нелепой повеселиться чтобы снять человека галстук снять личину директора вот это все нашу и показать как он есть на самом деле что там кроется под этим до образовка бочек самый младший в семье ты трое детей ты третий или еще поймете трое я самый младший старшего сестра как зовут юлия привет юля средний богдан богдан да а я младший владимир вот юля где вы все где вы все родились и не скажу расскажи с истерическим смехом туристов об отмене автобусного тура ох ты бы видел как это виноградов делал ну тебе же не привыкать у тебя были автобус надо на заре моей карьеры это рассказывал истерическим смехом представляете такие погодные условия все поменялось никуда никто не едет ну хорошо пришло мы раскачиваем дали вы родились все в одном городе или в разных городах киеве все в киеве в разных местах а почему родители по городу нет все в общем-то с левого берега вот старшая дотя и брат были рождены на бвс и бвс это бульвара верховного совета черниговская это немножко дарвицат черниговская в том месте а я уже ближе к лесному в районе юность вот там мы росли все вместе по большому счету 0 оттуда разлетелись все ли живут в киеве кроме тебя все и чем занимаются кто чем сестра человек искусства она там театрал так далее во франка работает брат адвокат адвокат но мне судьба ну вот я смотрю что у тебя профессиональное образование от а до я экономику правовое училище киевский техникум гостиничного хозяйства тут так смешано все интересно гостиничное хозяйство правовое еще как не что-то совсем так а ну как я расшифровать первая база экономика правовое училище это потом после 11 целая история была это потом техникум гостиничного хозяйства далее уже институт туризма экономики и права так начинаем с этого я нет хорошо поклониться пяти игрокам разными способами не повторяюсь у нас двое чем не тем лучше два раза двум игрокам двум разными способами да но девушкам только так а мальчикам умеет не сказав ничего так указать направление что просто можно собирать не надо в казахстан так вот касаемо учебы да я в принципе понятно не будет так сегодня закончится передача спокойно сказать быстро сказать три быстро три сковородки скороговорки хотела зму давай одну ладно время мы так руки отбираем на дворе трава на траве дрова про браво а и ты значит в общем право для чего после школы старт но желание было идти в наркоз текущее уже название совершенно другое какой-то университетом экономики на большевике это мечтал тебя блоки нет 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 типа ли нужно ланы планы дайте полна дороге лада идти на экономики хотел быть классе 8 9 ну вообще мысли были такие связывают себя чем-то одну с экономикой там с управлением без прямо к и пацан подросток хочешь экономику управления да круто ну ну и только принчевая жил кого мне было в принципе еще в детстве и там юношеские годы вот и это в общем-то меня подвило поскольку я понимал что и побывать на нудистском пляже был где ты был в киеве на днепре гидропарке в хорватии черногории слушай выпущенную карту нудистских пляжей хорошо в этом туркомчике мы потом ее раз запусти вообще хорватия к слову это она страна начиналась принципе с на туристского характера отдых хорватия первыми посетителями были естественно в долгие годы это тридцатые тридцатые двадцатые сороковые ничего сороковая война ну вот это в этот ничего себе основное развитие хорватия получила уже при тита после войны 70-х лет но это наверно потому что вот эти много закрытых пляжей булточек острова и можно уединюно спокойно отдыхать именно вот как ты родился в таком виде на гонке да хорошо это решил поступать в наркоз наркоз и решил поступать однако у меня был дружбан по школе одноклассник и он говорит я иду он про себя минуточку я иду техникум гостинического хозяйства учиться не это я проговорился про товара это было цитата из песни слов не выбросили мне хоть и как бы импонировала там экономика и так далее однако там ходил на какие-то дополнительные занятия типа пред экзамен национальный вуз не особо там не нравилось там азы вышки и мы общались и получилось так что решение было принято в пользу техникум гостиничного хозяйства а как ну и как он тебя сбил с толку то он говорит хорошо тут будет ну да вот здесь будет не нужно будем по целям весело весело да и подумавший было принято любой факультет уборщика номеров там горький от был сейчас помню дословно оператор технолог гостиницы гостиничных комплексов то есть это а-ля портье а-ля дежурный по этажу была такая профессия в софт-профессии да можно было пойти в зависимости от этого ну да на этажах не помнишь в гостинице мне бабушка сидела ключи раздавала на этаже ну это советский союз так это практически в каждом отеле был вот там понятно можно было где-то в крупнокруизном лайнере отвечать за гостиничный фонд той широкий спектр применения но поскольку поздновато было мною принято это решение техникум уже не удалось подать документ вуз институт туризма экономики и права более высокая ступенька открыла в том году когда я поступал и экономика юридическое училище там вот а потом на третий курс технику почему нет много туда вот то что там базовые какие-то были предметы какие-то вступительные по профессиональному характеру тоже предметы были экстерном ушли быстренько то есть надо же было два года наверстать первый там школьная программа уже школьная не было то есть там какие-то эконом теория какая-то философия так и т т т т т т но объем был большой нужно было два года втиснуть в один и параллельно то что училище преподавали и второй курс техникума назад все сложилось получивший красный диплом на 3 курсы техникума в техникуме еще два с половиной года и на третий курс институтах очень сложная схема у вас ну вообще эта схема рабочая и если вы знаете в большинстве стран мира именно идут по пути не сразу вышка проф профессиональное образование а потом вышка после школы после колледжа да и это дает возможность в первую очередь получить профессию да а дальше если хочешь иди вышку получая и занимай более высокие посты где-то там в каких-то структурах у меня самоцелек такой конечно не было там ты 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 но в принципе импонировала мне там гостиничное хозяйство и так далее потом практика была у меня там в отеле русь в руси да а девочки наши были покоевки то есть горничные им давали наряды горничные но работники работницы там наряды на ряды че делать заказы наряды че делать это не приходили там что-то застилали подметали убирали номерной фонд вот я единственный был основном же на гостиничное хозяйство девочки пацаны шли либо на коммерцию либо ресторанное дело вот у меня гостиничное хозяйство я был при администраторе отеля чтобы он был до типа мальчик куда пошлют но это не помешало мне получить очень хорошую рекомендацию и там два раза я практику проходил повторно и в общем то я можно сказать ничего не делал давай сделай хотя бы хорошо произнести тост на китайский лад давай давай я помню один такой ну неправильно не буду прикинулся на 10 минут чужестранцами говорит только на тарабарском языке 10 минут это дома с акцентом хорошо давай с акцентом это арена фишка и что даже не знаю тарабар же надо читать на даже не знаю давай же не знаю что сказать вот я знаю немножко можно на хорватском умеет говорить на сербо-хорватском больше начиная с нами на черногорском говорите вам под будем пытаться тебя понимать давай перед что третья бумажка тебя написано на за и три песни в которых поется в отдыхе можно уже с акцентом нет можно уже начинаем на сербско-черногорском нет ниже языка черногорского и же сердце куда вообще языковая группа сербо-хорватская одна сербский черногорский вот начинай на нем давай и хорватский хотя они уже сепарированы и песни ты признаешь по море можно нам на твоем языке на балканском сербо-хорватском море-мое море-мое это про ядра про ядра дранска море от и что еще у вас есть там больше не сыр на гора где но есть еще чисто про страну до любовь к стране одна песня не помню название однако любимое церногора за счет окей и третью любую я же думаю а ну про любовь там я просто слова лами моя солнце мое сердце мое это лан ему это как лань до сердце сердце понятно ну неважно ну в общем эпитеты которые по отношению к женщине только на ласковый ну еще солнце мое солнце да солнце 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 что-то сия никого не знаю никого не знаю ни что не не знаю ни что не знаю что то си нравится тебе да окей ты ж не забываешь ты говоришь на этом языке еще сколько-то минут минут 10 ага и а то 10 минут а да и ты был мальчик куда пошли ты никуда тебя не посылали ты сидел в теплом месте у при администраторе какие-то бумажки безусловно там носил решет сербский на наш похожий давай сан и разуме что да да не разумеем все поймем да не сознаем церногорский или сербский могу не что причин давай это было финально что было у хотелу и после того того тога 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 футовым после того третий курс института было то это наверно завершено нормально продолжить просто время до надо будет сильно хорошо на если был у нас смотри ты учился на уровне отличника что это означает при этом был дворовой пацан ну в школе если говорить о школе в общем то не закончил я школу конечно там с медалька из какой-то и так далее закончил до заканчивание внимательная жанна придется все на меня потратить вызови четыре факта стране в которой ты отдыхал крайний раз черногория например тоже на любимая черногории 4 факта 4 факта 4 факта окей первый факт национальный там парке есть скадарское озеро где до сих пор живут пеликаны интересно это на границе с в албании на город шкодер свою сторону на второй факт каньон реки тара и мороча считается не знаю насколько факт но второй по величине после колорадо третий факт бога катарская бухта напоминает визуально женский половой орган но я имею ввиду с внутренней части то есть посмотрите на карту и можете это визуально потом потом многие об этом говорят так она еще еще ну и та же волка катарская бухта да 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 наверное треть или та же вторая в европе по величине да настолько гостеприимно что может впустить себя реальный океанский лайнер просто огромные водоизмещения что не могут сделать многие порты адриатического моря бога катарский залив или бухта все правильно залив или бухта все-таки ну залив это больше как завод до бухта ну а что же такая секретная вот закручена вот именно в этом бухта это когда есть залив это принципе волна может быть здесь в очень защищенное место да в общем совсем 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 тайна очень то есть узкий вход но опять же широкая и очень золото очень круто место там был два или три раза даже на школе уроки практически никогда не делал проходил со школы бросал вещи и вперед гулять футбол или будет вашу нибудь вашу можно во что вы гуляли бандера футбол в пекаре играли пекаря это а-ля городки только в консервную банку да только а если не хочешь играть то тебя на коня сада играли играли в квадрат мечом мой любимый рода 4 человека либо там два на два три ну сколько было игроков на вылет играли а на вылет это значит если последняя очко там до такого-то числа договаривались последний удар был сильный достаточно по мячу и выбивали этого человека то есть куда ему попадет расстреливали дорасты на рыбалочку ходили там рыбалочка я не усидчивый мне рыбалка не особо я люблю рыбалку быструю и что тебя с быстро рыбалка получать с быстро да если мы тебе дали 7 бесплатных ночей в любом отеле берет какой бы ты выбрал отель может назвать свой любимый черногории или куда-то сейчас хорватия что какая стран твоя все-таки любимая у твоей компании в приоритете скажем так у адриахи ну больше больше конечно хорватия потому что страна более обширна по аттракциям по природным ресурсам по возможностям по локации хотя черногория не меньше просто в хорватии есть больше где разгуляться более меньше давай один отель хорватии и один отель в черногории на что обратить внимание и туристам и твоим коллегам агентам ну в хорватии я бы порекомендовал из высококлассных отелей но с хорошими качественным отдыхом именно на море район дубровника отель адмирал слону 5 звезд очень хорошую ценовую категорию собственный песчано-галечный пляж что не характерно для дубровницкой риньеры в принципе для юга хорватия поскольку там камень плита в основе своей из-за этого кристальность воды очень высоко это спокойный отдых такой и размеренный больше как говорят для пенсионера валя для людей которые хотят тупо релакс идеально все есть по черногории более такой аттрактивный более активный отель посоветовал бы рассматривать гостиницы бока-которская бухта вот мне импонирует новоиспеченный отель рядом с герцог новий лазур называется это старинная старинное поместье старинная вилла переделанная под гостиницу собственной яхт причалом сначала для яхт с территории с пляжем первая линия рядом герцог новий ты бока-которской бухте на входе прямо прямо на входе бока-которскую бухту то есть через зале вид шикарный кота под боком герцог новий под боковат хорватия дубровник тоже под боком до будвы рукой подать полчаса на машину лучше сколько в среднем это уже не такой профессиональный мой вопрос компания твой отправляет в сезон людей в черногории к шлика сочинка такая маленькая что туда либо некуда не куда отправлять все раскуплено давно уже как вообще работает чтобы ты понимал потоки в черногорию из года в год в районе 40 50 тысяч человек день помещается черногория принимать 35 миллионов в год туристов там расстояние от этого от города бар на границе с албания skoda рауки до дубровника там 70 километров где вы там видишь наверняка как строится объекты размещена а где все к стена в стену езди купаться вместо всем достаточно мест да на больших популярных пляжах вместо не так много лет там однако территория позволяет находить себе место под солнцем и купаться загорать не говорю о юге черногории потому что там просто много места в районе улицы на и великой плажи окей вот сделаем отдельный эфир по этому поводу да у нас звонок уже есть на связи напоминает дорогие зрители вы можете писать нам социальные сети оставлять ваши запросы на подбор тура в прямом эфире на них будет отвечать оксана шепчук руководитель агентства горях шептек 8 небо оксаночка дорогая доброе утро доброе утро жена и так первый запрос у нас сегодня три активизировались запроса от наших зрителей греция на лето два взрослых середина июня были на критии родосе хотят что-то другое но бюджет до 30 тысяч гривен нет это хороший бюджет что-то говоришь но а что-то другое в этом году есть чартерная полета программа на затем вот наверное я бы предложила его людям попробовать после крита после родоса можно взять хорошую троечку на берегу это троечка на завтраках ужинах на 14 июня на 7 ночей на двоих будет как раз таки 30 тысяч гривен 30 тысяч гривен боже нам на второй линии параллельно набирает кто-то наш студийный номер дорогие зрители дозванивайтесь сейчас мы обсудим все запросы с оксаны и вас выведем эфир и так еще один запрос оксаночка тоже на грецию но очень интересны у пары свадебное путешествие бюджет тоже до 30 тысяч гривен свадьба у ребят 1 0 7 и готовы на следующий день уже улетать хотят только четырехзвездочного отеля на завтраках ужинах можем ли мы вписаться в такой бюджет свадебное путешествие расскажи что там в греции можно сделать да даже на пара не мы бронированием кожи а можем предложить ребятам 3 на 2 0 7 1 1 1 свадьбок с нервон вот отлично 2 0 7 они могут вылететь на крит я бы предложила молодоженам город третьим на ну во первых это город есть куда выйти да и это какой-то инфраструктурой развитое место здесь очень хорошая четверочка называется не фили хотел рейдим на здесь она не на 1 береговой вине 400 метров по пляжу пляж будет городской я вообще рекомендовала туристам взять машину напрокат дальше поездку критов на завтраках ужинах этот номер будет стоить 30000 половиной гривен но чуть-чуть выше но я думаю это не ничего супер скажи пожалуйста в греции есть такое что ты делаешь пометку что-то свадебное путешествие какие-то бонусы от гостиниц свадебное путешествие бонус от гостиниц ну конечно они поздравят молодожен каким-то местным вином скорее всего и фруктами круто еще один запрос у нас есть египет на апрель месяц двое взрослых семья и трое детей 7 9 и 12 лет размещение только в одном номере от десяти ночей очень важно чтобы было горки хорошее питание риф анимации и детский клуб для малышей если что-то такое бюджет сожалению не указан бюджет к сожалению не указан здесь он очень важен конечно чтобы его понимать это хорошая пятерочка на первой двигавой линии очень хорошим питанием здесь есть и детки в ресторане а где детки могут самостоятельно себе выбирать еду до длинни и стольки стоят на стульчиками и хороший взрослый диетическим питанием где можно в принципе и то что найти деткам тем более что дети у них абсолютно разные 7 9 и 12 не маленькие да там и до 4 лет детский клуб детку ростом фэмили класс достаточно активный только я думаю что детям которые постарше вот 9 и 12 лет там уже будет не очень интересно но младшему 100 процентов понравится как хороший коралловый рис да не священного входа но здесь во время прилива ребенок может зайти однозначно там зайти однозначно не на большую глубину но и здесь хорошие большие фэмили номера они реально очень большие двухкомнатные абсолютно друг от друга стоящие две комнаты с межкомнатной дверью в одной комнате будет двуспальная большая кровать а во второй комнате будет две раздельные кровати еще третий ребенок его можно разместить вообще отдельно в гостиной потому что весь фэмили номера еще гостиная на 8 апреля на 10 ночей этот отель будет стоить 69 тысяч гривен для всей этой семьи супер отлично оксан спасибо большое тебе за ответы на наши запросы мы тебе желаем отличного дня и хорошего настроения спасибо большое взаимно давай до встречи ребята проверьте кто нам звонил перезвонить узнать еще там людям от нас надо было так вовчик мы тебя сбили на на чем мы с нами про игры нужно потом да все это мышцы сторону мы об этом обязательно владимира пригласим с выясним что приготовила компания адрехит на сезон 2020 дорогие друзья ладно не буду эту тему трогать мне уже я уже спрашиваю про страны где нет вируса еще нет там еще вируса на ботане и пусть не будет пусть не будет на это я слышал что уже вчера был обратный случай прилетевший вернувшийся из италии китаец домой заразил кого-то там уже такое действительно новостная лента пестрее такими новостями на поздний завтрак для того чтобы отдохнуть расслабиться повеселиться и провести весело да и так владимир был один из десяти студентов практикантов кого оставили на работе в аозт спутник украина вообще-то ого что это то случилось в советском союзе было три монстра туристических компаний в принципе на вес союз профсоюзный профтур так называемым был в украине укрпрофтур я крымский знаю профтур но это уже да 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 я думаю откуда комсомольский а именно спутник обмен между странами крутой наверно международный и интурист на прием все так вот спутник на то время когда подходила к финалу моя учеба по второй ланке именно в техникуме личного хозяйства объявили конкурс на этих самых практикантов хотим взять посмотреть кто-то понравится оставим в то время попасть спутник было но это бешено это был курс уже выпускной это уже серединка был практически выпускной для мне оставалось там полгода и все и девочки все они было два мальчика я в том числе хорошо встать на стул и рассказать 5 предложениях о своей жизни то ну вы такие задания дает нет стуле стула я не буду становиться нет я так буду ну давай ну ну так вот перетаскиваю потому что и так и так рассказываешь да уже в 10 10 предложений глядя в зеркало и смеясь произнести восторженный 5 раз сразу я выгляжу сегодня лучше всех но если буду говорить об этом будет еще пять раз давай давай не все будет хорошо так вот тебе зеркало пожалуйста говори я выгляжу сегодня лучше всех 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 было запись на было прикол умничка слушай как я не дооценю эти а и и и значит был был 2 и ты но это начал то есть ты сделала хотя хотя уже по большому счету в там в техникуме в этом самом училище в основе девушки безусловно не предполагала доля вы там раз 25-30 и девчат и там два планы собьюсь тема была в конкуренция на там за вас девчонки там безусловно на сколе лили лили а вы расслаблены как эти тюлени ну безусловно это все было так и не очень явно выражены однако мы наблюдали симпатии да симпатии со стороны девушек и они нас так обхаживали за нас там болели нас там выгораживали без повода хранили 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 вот и попали в спутник на спутник до летом летняя практика это уже преддипломная по техникуму вот и что-то кто-то там я не знаю обычные там технические моменты там менеджеры давали задания всем кто что делал у меня ну может это и повлияло я не знаю видно только одному человеку он знает это президента спутник украина калинин андрей александрович вот сейчас уже не занимается туризмом однако компания еще жива спутник и он мне дает задание найти билеты в симферополь в августе месяце из киева вот это задание задание это даже там нет ни в кассах нигде вообще ну просто это на поезд или на самолет на поезд на поезд это все понятно да и рада когда октября нет билетов в августе это 98 год ну понятно то есть можно рассказать крым тогда еще это все равно что египет турция сейчас так вот а у меня были каналы по жд кассам я прихожу говорю надо решить ну денег в три раза больше надо надо посоветовать это уже до кассах вот это вот гостинице которая на подвесе до прессе это уже попал сюда за перекупщики понятное дело занимались бизнес целый вели но у меня канал был вот прихожу андрей александрович вот но только так он говорит это не мне это там моим высокопоставленным каким-то друзьям надо решить потому что они ко мне обратились а я отказать не могу говорит мне надо решить и решить тоже решаем полюбить в общем решение было найдено билеты были куплены отданы и так далее ну а дальше уже все пошло это единственный момент который у меня в памяти по поводу такого серьезного дела которое на практике было проходило да а все остальное обычная рутина текучка там куда пошлют все равно эти там стажеры не стажеры эти практиканты кто чем занимался нельзя было сказать что кто-то там чересчур выделялся или был выше ниже там по каким-то способностями так далее все равно это на практике особо незаметно вот среди практикантов есть просто видно там более активный пассивный флегмат там и так далее вот ну наверное такая моя активность результат дала что по итогу несколько легкий молодец оставайся мальчик с нами да и с июля до сентября я уже начал работать и по итогу у меня наградили даже отправили в болгарин автобусе награды это вот я казнили там до 10 какой миссии варвы в несебр по я а ну так зажигал там конкретно что предлагаю по зажигаясь под музыкальная пауза что скажете чтобы нет время и время пришло и может быть вы тогда таким образом познакомитесь с нашими сегодняшними волшебными звездами итак маш если можно поставить пожалуйста самый популярный хит который называется галя балована и кстати он собрал на ютюбе 7 миллионов просмотров это безумно популярная песня за какой период или в принципе сразу 7 миллионов просмотров ты представляешь какие сегодня у вас гости позднем завтраке ну что есть это не представляешь туда насколько можно тебя набрал два часа два без ответственность как так можно может и так прошло господи куда послать этого человека носик припудрила если через полчаса не будет уйду тогда я вообще мы будем решать вопрос по другому потому что видимо человек не понимает может александр иванович позвонить да я чурки ваши стирала быстро встали и пошли а а это что такое чей-то А наша галя дуже балована, балована, балована. Вона не палиті, не п'є вина, не п'є вина, не п'є вина. У клубі музика без насловна, без насловна, без насловна. Бо наша галя дуже балована, балована, балована. Галюсти хочу, слаблюють очі, манять її в устах. Марній надійки, галя землі я мила, та не проста. І тут їй щелих хлопців розмовці, а галя міць нас цих тримає в реці. Не поспішає, як завжди вона, бо наша галя дуже балована. А наша галя дуже балована, 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 балована. Вона не палиті, не п'є вина, не п'є вина, балована, балована, балована. А что тебе постоянно все не нравится? Может, ты покажешь, как надо, а? Тоже мне, Кати Перри, разговаривай нормально. Я звезда. Деточка, а я директор звезды. Ты не хореограф, ты не вокаліст. Галя, я не хочу с тобой разговаривать. Ты тебя со стороны видела? Галя видела. Левой ногой и правой ногой шутся. Ну ты прикалываешься, блин. Так давай покажи, как надо. Да покажи. Давай я вам покажу, как надо. Таня, идем. Ты куда побежала? Звезда ти моя. Звезда. Но не твайна. Галя, шагаля, душе балована, балована, балована. Вона не палиті, не п'є вина, не п'є вина, не п'є вина. У клубі музика без наслона, без наслона, без наслона. Бо наша галя, душе балована, балована, балована. Так. Давай, какого черта ты нам мешаешь? А я говорю, ты че вообще оборзела? Ты как рот ко мне открываешь. Слышишь, Влад? А это сейчас будет слышно, что мы говорим? Я уже пишу. И ты будешь записывать и в кадре? Да. Ё-по-руси. Вот так вот может происходить за кадром. Мы рассекретили гостей, звездных, которые... Рассекретили на Володе, так и не сказал, как и не называется. Он так и не догадался. Вообще не представляю. Вернемся к началу передачи. На ютюбе не смотрю. Нет. Какие ты любишь делать, делал, любить раньше снимки? Какие любил? Природу, погоду. Когда сам себя. Когда сам себя на фоне природы, погоды. Итак, на сегодня в гостях я уже могу сказать, да? Группа селфи, замечательные девушки. Это Дана Квинн и Ира Нова, которые совсем скоро пристенятся к нам в эфир. Ну а мы будем уже готовить вместе совместный поздный завтрак. Ну еще, так что цветник мы вам обеспечим. Да, это прямо опять звезды. Слушай, у нас с каждым эфиром гости в гости приходят вот как надо. Кларисе Слободян пришла, Иван Ануфричук, ей просто очень хотелось дико в круиз совпало. А Богдан Юсупчик познакомился с Димой Виноградовым, они нашли общий язык на почве того, что они оба красавца. А Богдан это по какой-то версии 18-го года самый красивый был мужчина планеты, земля. По какой-то вовсе. Ну не знаю какой-то. Да, Андрей Буржула увиделся с Игорем Захаренко, они вспомнили свое совместное творчество на пятом канале. В общем масса всего, а ты сегодня попадаешь в цветник настоящий. Единственное, что я здесь мешаю, в черном. Хорошо, что не в коричневом, он решил сегодня поменять. Вовчик, у тебя на столе стоит ингредиенты, давай уже перейдем к ним потихоньку. Ну все просто, быстрый завтрак, название ему «Завтрак туриста». А, прекрасно. Это же была консерва такая «Завтрак туриста». Да, была такая консерва в советском лагере, хотел сказать. В бывшем Советском Союзе. Ну а тут быстрые бутерброды на сковороде. То, что есть в квартире, под рукой, яйца всегда есть, там луковица, морковь, кусок хлеба, ну и какой-то сыр. Сыр, прекрасно. Тогда сейчас дождемся девочек, и ты будешь, значит, одной из них рассказывать рецепт, он тебе будет помогать готовить. И тогда будем их дальше, Жанна их будет расспрашивать про их творчество. А что входило в консерву «Завтрак туриста», ты помнишь? «Завтрак туриста», ну я полагаю, что это рыбные были какие-то консервы. То есть ты сам как-то не сталкивался с ними? Я название помню. Хорошо, и так ты прошел. А может, или там типа тушенка с кашей какой-то, но это, наверное, армейский вариант. Хорошо, ты прошел практику в «Спутнике» и на работу ты там остался или ушел? Да, остался там. Прямо с практики? Конечно, да. И на какую позицию ты попал? Я попал на менеджера, помощник менеджера со старта. Это прошло год, потом уже стал менеджером. Потом еще год заводделом. То есть карьера, конечно, быстро достаточно развивалась. Через, сейчас скажу, года три. Из-за специалистов или из-за твоих отменных людей? Наверняка. Наверняка это, исходя из моих способностей, активностей и так далее. И в «Спутнике» я проработал с 1999 по 2003, четыре года. Кто проработал? Ну, Владимир. Да, Швец Владимир Павлович. Павлович. Владимир Павлович, но запомнил. Да, Владимир Павлович. Выполняйте. Признайся, в любви используя слова, все включено, вербукинг и косолетка. Косолетка, не знаю, что такое. Выяснилось, что такое косолетка. Это вот такая штучка, в которой подаются, оказывается, в самолете горячую еду. Я думал, это тележка, перепутал. Нет, но нет. Это вот посудинка такая, косолетка, в которой подают. Кому в любви признаваться вопрос? Ну, ведущая, Жанне признайся. Хочешь признать? Жанна, Жанна. На любимой женщине в экран, зрителям, кому хочешь. Маяк тебе любовь, как все включено в отеле, без овербукинга в нем же. И всегда в самолете еда с косолетки, перелет с едой. Анатолий, это по игре, это так, по игре, не это самое. Володь, уже мои курсы, Настя, что наши волшебные сегодняшние утренние гости готовы. Я думаю, что можем перейти на локацию нашей зарядки. Отключись на секундочку и присоединяемся к девочкам. Иди в цветник. Доброе утро, девочки, проходите на нашу руку. Доброе утро. Доброе утро. Я зовут Жанна. Жанна, Дана. Дана очень приятно. И Ира. Доброе утро. Сейчас у нас в позднем завтраке есть такие небольшие правила. Мы с нами делаем небольшую зарядку. И специально для того, чтобы... Вы не переживайте, я знала, что девушки будут... Проходите, проходите, Владимир Павлович. К девочкам. Больше, ближе. Я ведущая зарядки. И так как, чтобы вас не смущать с приседаниями и так далее, мы сделаем то, что вы делаете, девочки, перед каждым своим выступлением, перед каждой записи песни. Мы шлепаем, шлепаем. Так, давайте сначала пошлепаем. Повторяйте. Да, я думаю, что мы делаем артикуляционную гимнастику. Конечно. Конечно. Давайте, я знаю, что вы меня будете поправлять, так как вы профессионалы сегодня. Я знаю, что одно из упражнений, это делать так вот губки-трубочку. Вперед-назад. Простягиваем, не показывая зубов. Прекрасно. Следи за девочками. Для тебя, для тебя. Потом я знаю, что нужно делать губы по кругу. Это правильно? Есть. Так, давайте сделаем. У меня звуковое сопровождение. Володя, а губы. Потом, что-то с языком делаем? Конечно. Пасть льва. Правильно? Пасть льва. Делаем такое или нет? Да, у нас это лопата называется, но у вас это пасть льва, в общем. Итак, давайте сделаем парочку. Так, а можно мне, пожалуйста, мастер-класс? Мастер-класс. Давайте. Я пропускаю, напомню, сейчас это так. Ну что, делаем? Вы как? Можете сразу это покалывание делать язычоком. А что такое покалывание, я не знаю. Моя назвала это футбол. Локцам, зазвичай, подобается. Нет, нет, покалывание футбол. У кого пасть льва, что это? Теперь язычок поколу. Да, ну просто вона выкладача вокала. Так, я с 7 уроков выкладала вокал, в последние 3 уроки в мене так, уже не так, с сильным графиком в нашем гастроли, не так выкладывать вокал. Далее переходим до губ. Я знаю, что треба их так уж ослабить, это это как-то... Вот так, роботы? Забрешаем. Давайте. Раз. Давайте. Раз, два, три. Раз. Так. Третье. 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 И так. Хорошо, я думаю, что наверняка у вас есть какая-то распевка или что-то такое, но мы, например, перед прямым эфиром... как бы этот... фортепиано, клавиши какие-то для распевки. Ну, так как этого нет, мы делаем всегда вот перед эфиром, часто ведущие проговорят основные звуки и, э, а, у, у, и, потом делают у, и, у, а, у, у, и. Получится у нас вместе? А, знаете, у нас, кстати, классно еще, и когда нет фортепиано, на телефоне записываем клавиши и точно так же распеваемся, когда нет возможности поиграть. Ну что, сделаем все-таки какую-то распевку или сделаем гласные звуки? И, э, а, о, у, и. 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 Теперь у, и, у, и, у, и, у, а, о, у, у, и. Давайте. У, и, у, и, у, а, у, а, у, у, и. Ну что, я думаю, что мы прекрасно. Достаточно, молодцы. Мы тебя еще похлопаем, как делать девочки, группа селфи у нас. А как же без отжиманий? Без отжиманий? Ну, у нас... Давайте с отжиманиями. Давайте с отжиманиями, кроме Жанны. Ну что, давайте. Да, вот мы как бы... Да, девушки. Давайте, вы. Да, для... Больше... Планочки постоять. Ну давайте, отжимайся. Конечно. А мы будем... Давайте, приседаем. Давайте, приседаем. И, э, раз, два. Я так не умею приседать. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. Браво. Девчата, я дуже дякую, что поддержали наш формат сьогодишний наш шоу. Пришли у пижамах. И мы переходим безпосередньо до снеданка. Будемо зараз говорить про вас, про вашу творчість. Ми, до речи, вже подавилися клип Галі Баллана. Володя, выбери себе помощницу одну из двух девочек. Я их заберу. Ну, забирай двоих. Отже, проводжу вас на локацию у нашу кухню. Ой, бравить так снедану. Да, так сейчас зараз и буду снедану. Красиво, да. Проходите. До речи, я нахладу наш... Добро пожаловать. Что сделаете? Так, микрофончики сейчас подключаем. Один влог. Куда мы сегодня отправляемся? Сколько плачула ще у нас прийти, так? И мы уже можем уходить сюда. С Владимиром я вам открою секрет сегодня. Вы можете отправиться куда угодно, потому что Владимир у нас директор и владелец крупной фирмы, туристической компании Адриахит. То есть все Балканы в его руках. Это знаток Хорватии, знаток Черногории. У него есть собственные программы в эти страны, поэтому потом вы сможете это обсудить. Мы вам в конце передачи у нас, да, у нас обязательно будет хит-парад туров по компании Владимира, по компании Адриахит. Потом вы сможете, если вы хотите, подменяться контактами и летать в Хорватию, снимать свои великолепные клипы. Кстати, у вас очень круто получается, особенно эта фишка там Юра или Петя, у меня там чулы, эти слова будут записаны. Это у вас какой-то... А, Влад! Да, Влад. У нас новое клипе, что я досыть такой интересной историей. У нас он есть? Я говорю, что так? У нас Мария, я вам про Галю вы побачили, потому что вы, может, еще не бачили. Мы там с нами перехотелились у полицейских. Вот, и затримовали одного плохого хлопца. Вы знаете, у меня была идея попросить нашего гостевого редактора, чтобы она вашему директору передала, что не надо приходить в пижамах и в халатах, потому что у вас такие костюмы, что это намного круче. Ну, в другой раз, я думаю, мы вас будем. Я первый раз на Юре, я в тапочках. Давайте еще один клип посмотрим. Я не зрячую в себе, я, как и дома, в принципе, я очень люблю носить подборы. До речи, у меня был такой случай, когда я поехала на море, и там, ну, скажем, не было умов, чтобы ходить на подборах. А у меня не то, что, ну, там, вечно такое бажание. У меня настолько начало болеть стопа, что я просто вдома, когда приходила, заместа показала каблуки и ходила так буквально завжди по квартире. Так, и мне стало намного лучше. Ну, это очень хорошо. Один дубль был, ну, то есть у нас даже не было синхронных вещей. Не, я вам скажу, ну, так, один дубль. Але найприемнейший був дубль для нас, який ми хотіли повторювати раз за разом, це коли ми затримували нашого злочинця. Ага, от, нет, там було у нас дублів 4, саме, як ми його наказали. От, власне, зараз якраз має бути скоро цей момент, так, коли ми його ловили, кидали на землю, на траву, так. Так, 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 зараз так, що трішечки він от... Злочинець був дуже... На злочинців був кастинг, власне. Ну, ви знаєте... А це, до речі, той же хлопець, який снімався у нас в кліпі Вискуня. На цей момент зараз. А пам'ятаєте, як ми роздягнули там хлопців, зрушили у лісі, оце ж... Ось, цей момент, коли Паша на траві, падав він скілька разів, ну так достатньо. Це йому подобалося, що ви його захватуєте? Ну, не знаю, він ніби посміхався, але подобалось, напевно, більше нам. Отже, я нагадую нашим відвідувачам, що хто буде у нас активний в коментарях, витримає педрунник влічати, я бачу, що ви принесли свій диск. Так, у нас вийшов альбом, ми раді вам теж його презентувати. Дванадцять пісень. На чолі з Галюю Балуваною. Так, там ви почуєте і Марія Мрія, і багато нових пісень, які ми впевнені, що вам теж сподобаються. У нас всі пісні здебільшого драйвові, веселі, позитивні, танцювальні, ну все, як ми любимо. Круто, отже, пишіть коментарі та цей львов може вправатися до вас. Ну що, сніданок? Так. Вовчик, роздавай задачу. Ну давайте. Завтра турифтати челки, а то і все, в принципі, или нет? Ну звичайно. Ну скажемо так, я наснедаю. Чомусь у мене латую, але наснедаю. Наснедаю. Тоді, тоді, тоді. Тоді, тоді, я почував слово, ми ж вас не предупредили. Вы вас не предупредили. Ах вы. У нас есть стоп-слово. Вы же уже произнесли его. Его знает Владимир, это стоп-слово. И мы знаем. Поэтому не говори. Вы будете до тех пор тянуть фанты, пока это слово будете произносить. И не догадаетесь. Вы его уже раз произнесли. Тащите фант. То есть мы должны угадать какое-то слово. Мы продолжаем беседу. Если вдруг я вам говорю, тащите фанты, вы должны вспомнить, что вы говорили. Прорекламируй сексуальным голосом тур в Египет по Фортуне. Фортуна – это когда не знаешь отель, а знаешь его только когда прилетаешь, и тебе его объявляет гид. Пожалуйста. Ага. Фортуна три звездочки, да? Да. Мы потом можно будем использовать приклами? Займемо рекламовать, что запрошу в готелях Фортуну? Ви туристичный агент и рекламуете тур Фортуна. Ну, Фортуна – это как? В Египет. Дорогие украинцы, хочу запропоновать вам неймоверно фантастичный тур Фортуна. Поверьте, вы будете в экстазе. Я помню, что сегодня продажи этого тура просто летят до небес, и наши передачи по-иншому подивятся на цифру Фортуна. В основном Египет не был назван. Ну да. Теперь все странные полетят. Девочки, у нас… Фортуна хотела полетиться на 5 зерок, а получать на 3 зерочек. Чувствую, будет предложение у нас к вам, потом после передачи. Итак, я вас перебил, вы говорили. Дорочи. Так, так, так. Что? Секундочку. Ну, чему я западалась? А, просто мужчина снидает. А, просто мужчина снидает. И так. Будь ласшечка. Вы опять это слово назвали? Не даю. Нет. Чему? Слово… Слово «я», «я» нельзя говорить. Я? Спасибо, Владимир Павлович. Вытаскивай тоже бумажку. Ты взял, спалил нам эту… Там написано даже было. Рассказывание о слонах в течение одной минуты. Боже, прекрасно. А ведь что? Можем поменять на «правда или дело»? Хотите «правда или дело»? А я ж могу и про слонев рассказать. Расповедай. Так, серьезно? Правда, че дело? Что там дальше? Можно выбрать? Ну что? Правда или дело? Или слоны? Ну, давайте про слонев. Дашь сексуальным голосом что-то? Да, так. Я почему-то так поспекаю. Понравилось, понравилось. Слон. А ви засекаете час? Я уже начала говорить о том, что… Неймовірный савець, який проживає на кількох континентах нашої планети. У него велика вага, зазвичай, він великих розмірів, має довгий хобот, великі вуха, короткий хвіст. На слонах дуже часто полюбляють кататись, і не тільки полюбляють, їх використовують як транспортний засіб для перевезення вантажів або людей. Слони дуже дружелюбні. Вони люблять людей, і люди їх теж. Особисто я теж мала можливість кататись на слоні, коли відпочивала у Таїланді. Мені це надзвичайно подобалось, і я б задоволенням покаталась на слонику ще не раз. Супер, спасибо большое. Слони роблять дуже добрий массаж. А ще з нами дуже класні салфі виходять до речі. Масаж хоботом? Масаж хоботом лапа. Так, продовживайся. Владимир, Володин Фант. Тобто для вас є сексимволом. А ти тут знаходишся. Все, давай бумажку мовлюю сам. Итак, девочка, враздовай задачі, іначе ми не проглушимо. А Жанна расспрашує. Жариться на сковородці. Для цього яйця, морковь, лук, хліб, сир. Це по желанню. Я зрозуміла. Для початку. Я покажу. Це послужніше. Ну ви знаєте, на гастролях, коли зазвичай гастролю, в принципі, це цілком стандартна ситуація, коли просто хліб, яйця... Режемо дуже мелко. Ну давайте ми, дівчата, не будемо лазити? Давай без цибулю. Давай без цибулю. Вона пожариться. А порізати її? Ви говорили про ваші концертні графіки. Наступний концерт у вас у місті Трускабець. Так. Розповідати, це коли буде? Завтра. Завтра ви вже дітете? Після завтра вже в морщині. Сьогодні ми вирушаємо. Собто на вас дуже такий... Плотний. І це прекрасно. Ви знаєте, ми настільки любимо наше заняття. Я не можу сказати, що це робота. Тому що... Ну хоче можливо і так. В якійсь мірі робота, в якійсь мірі хобі. І прекрасно, коли твої вподобання із твоїм заняттям співпадають. Коли робота, задоволені. Так. А де? Будь ласточка. Скажіть мені, будь ласточка, я знаю, у Жанны є питання, але я опережаю. Як завжди, все, ломаю весь сценарий. Мені інтересно, ви викладач в вокалу? А ви? Жанна викладач. Я вже не викладач. А ви? Я економіст міжнародник. І ще гіограф і... Животновод, короче. Ви такі прослановці знає. І як ви решили оставити ваші основні роботи? Зачем ви решили создати групу? Почему? Мечта діттва? Мечта, конечно же, діттва. І вообще не решили создати групу. Група уже... Пять лет. Пять лет? Ну, как бы, изначально була група «СМС». Я була ще в «Крайнем Систалі». Аааа. Ааа. 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 Аааа. 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 Ааа. Аааа. 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 Изобразите на лице пять любых эмоций, чтобы другие игроки отгадали их. Изображайте, ребята, пусть угадывают. Пять эмоций. Давай. Ну что, мы сейчас расстроены? Семненько так. Это ж вы друг друга знаете, конечно, Англичка. А, захват в восторг. Да. Давай давай дружечко спробовать. А ну-ка, знаток женских дуб. Зачарован? Нет. Нет. Ну, сум не плакать, но... Эмммммммммммммммммммм. С первого раза как тебе это будет? Я тебя уже чувствую на уровне эмоций, не только. Ух, ничего себе, но это очень агрессивно, зло. Это было очень сильное, ты понимаешь, яйца взбились еще раз. Кстати, как много времени вы в таком случае вместе проводите, извините за вопрос. В последние два года мы проводим очень много времени. Ежедневно встречаетесь? Так, практически. То есть у вас офис есть, да, вы приходите на работу? Не только, мы просто встречаемся, просто спелкуемся, мы же не просто коллеги. Да, еще репетиции, записи, какие-то фиры, кроме гастролей. На гастролях мы живем. Ну так, ну и разум мы відпочиваємо тоже. Почему? Мишка, это мы. А я хочу напомнить зрителям, что пишите комментарии, будьте активны. Этот альбом, это эксклюзив, потому что он вышел только 1 марта. Мы, наверное, первые, кто держит его в руках из телевидения. Может, сегодня третью, да? Пишите, пишите, пишите обязательно ваши комментарии, будьте активными. Альбом в курсе служит в машине дома. Классная песня девочка. Так, кто из вас хорошо режет хлеб? Даночка, давай. Я не ем хлеб, но режу его тоже. А почему вы не едите хлеб? Я просто накажу за слово. Так, взагалі режу. А почему вы не едите? А что вы едите вообще? А, нет. И в период, когда я больше вкладываю своих сил и эмоций в свое тело, скажем, в подготовку до лета или какой-то фотосессии, я тогда на строгой диете. Ну, соответственно, относительно строгая диета. Это больше белковая еда. Каким видом спорта вы занимаетесь или вы ходите в зал просто? Или спорта вы занимаетесь? Фитнес, нет, нет. А, полдэнс, вообще танцы. Так. Вы на шесте вот это вот… Вы не башили мне инстаграм? Вы не дивились я инстаграм, так. Заходьте на дамочка. Я хотел всю дорогу спросить, откуда у этих прелестых девушек, вот таких вот худеньких, с такими тонкими и изящными ручками, столько силы, чтобы эту трубищу держать, еще вверх ногами… Ось, подивите, что вы творите. Белковая диета, только о чем говорили. Так, это тоже соло. Класс. Вы помните свой первый концерт ваш? Так. Сильно нервничали, когда вы ходили. Наш, памятать, это были караоке на Майдане. О, Боже. Тоді памятаю. Так. Я же в группе относительно недовго. Буквально… Два роки недовго. Два роки, уже третий рік, так. И до того девчата працювали в другом складе. Я переедалась, была третьей. Вот. И один из первых, точнее, первый наш концерт, это были съемки караоке на Майдане. И мы были, как запрошенные гости, мы там спевали для всех глядачей в период, когда, мабуть, подраховывалось, мабуть, гроши и назначался переможец. Вот. Власне, був невеличкий форс-мажор, оскільки нас было троє. А еще не сказали, что нас троє, так? Так, 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 не попередили. И в микрофонах в рабочих было, на жаль, только два. Два. Вот. И мы, пед час виступу, вселяко намагались контактувати одна с одной. Передавати ці микрофони. Ну, это было, так, незвично. Ну, но мы привыкли, потому что, зазвичай, думаю, что все артисти мают чем показаться, какими цикавими моментами из их творчества. А еще какие-то цикавые моменты такого рода? Еще раз скажите. О, летели туфли взял. Так. У меня там есть, так, на постановке, когда я выкидаю ноги, я так выкинула ноги, что туфля полетела там у третий, четвертий ряд. Далеко-далеко. Ого. Правда попалюшка. Результат. Какая реакция была. Это сольный концерт. Ну. Человековичный. Звычайно, это поддерживалось оплеском. И потом нас тоже очень поднялся. И потом девчата сняли. Это еще трое было. И свои туфли. И потом мы уже. Вернули вам улетевшую? Да, звычайно. Но могли оставить себе, как сегодня. Владимир Павлович. Кто из вас в детстве занимался рукоделем? Шил там что-то? Мы вышиваем. 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 Тогда вот хлебушек нужно сделать аккуратненько. Вырезать макушечку. Не до конца. Ну, где-то оставить сантиметра два. Ну, по дружности. В форме сердечка. Кстати. Кстати, по проводу вашего хобби. Я, кстати, когда читаю, думаю, это действительно правда. Вы вышиваете. Если можно включить маш клипа. Этот. Он под номером у нас пять. Вышиваем. Вышиваем. Он подождает. Он подождает. Он подождает. Это ваша акция, которая называлась «Обійми весь свят», которая пройшла у аэропорту Бориски. Вы представляете, как это было. Как это организовывалось. И она очень такая была. Это был день обіймов. Два года назад. До речи, обійми же очень полезные для здоровья. Вы это знали? Да. Я думаю, что этот день и наша песня настолько символична, что мы просто не могли бы не провести такую акцию. Ну, это очень очевидно. Я довела это видео. Глядачи также могут его видеть. Смотрите, наши люди очень любят, на самом деле, обойматься. Но, может быть, не всегда они готовы первыми или какими-то делать это просто без какого-то повода. Почему? Мы проводили соц опитывания и виявилось, что некоторые люди совсем не обоймаются в день. Мы решили бы проводить эту акцию. Какие причины? Что они говорят? Не хотят или не хотят? Дуже заняты. Не свертают на это увагу. Не дают этому никакой особой ответственности. Достаточно написать человеку или парню смс, что я тебя обоймаю. Но это совсем меньше. То есть это показывает, насколько мы все-таки несколько одиноки, сами в себе закрыты. И вы пытались эту границу все разбить, да? И как у вас вышло это? Конечно. Вы знаете, первое время закончилось на этой акции. Мы еще продолжали это делать. Это был аэропорт Бориспель, потом аэропорт Киев. То есть вы переезжали из аэропорта в аэропорт? Это не в один день было. Потом на концертах. То есть вы заходите в аэропорт, идете, подходите к человеку и начинаете его обнимать. И вот стоит жена, и ты не поняла, Витя, это что такое? Нет, это не совсем так было. Это была исполненная акция. Были и глядачи, и слухачи, и люди с удовольствием приходили. Но найприемнейше, что в этот момент мы можем людям подаровать, эти непозитивные эмоции и посмешки. Но на самом деле, действительно, все посмехались, всем было тут очень приятно. И мне за Любкой сходилось, сходилось и принималось. Кто организовывал, кто вас пригласил? А мы организовывали. Это было так. Вы были непосредственно. Что еще вы организовывали? Куда вы нас пригласите на будущее? Мы тоже хотим приехать, обниматься. Каждый год всегда какие-то детские свята, свято Святого Миколая. Мы также с удовольствием берем участие в разноманитных акциях, в поддержку детей с особыми возможностями, детей сирид и обмеженных детей, которые имеют какие-то проблемы с здоровьем. И этого года, минулого года практически... Я первый раз встречаю группы, которые занимаются творительностью. Параллельно, да? В концертной деятельности еще и выступления направленные, ну не только выступления, а в принципе какие-то мероприятия направленные... Это наша основная миссия на самом деле. Вы знаете, тут такая справа, что артист, это же покликание, это не работа, и ни в каком разе не можно это споставлять с какими-то финансовыми интересами. Мы те, кто дарит людям эмоции, позитив, счастье. Почему мы не можем подарить частину своего тепла и творчества тем, кто действительно в этом потребуется, детям? Это же так прекрасно. Вы наявляете, насколько это эмоционально и тебе заражает? Когда ты видишь их очи, посмешки, как они горят, с каким натхнением они до тебя подходят? Ну, на самом деле это очень особенный момент. Их нужно ценовать и никогда не пропускать. Поэтому еще... Давать обратную связь. Добро на добро. Вам... Это не то, о чем стоит рассказывать, а так... Ну, раз уж коснулись, знаете, тут извините. Больше мы не будем спрашивать. У меня тогда еще один вопрос. Давайте. Всегда был к артистам. Мне интересно было к певцам. Особенно, когда есть песня, популярная для нас, для всех. Но я могу ее слушать там, какой-то период времени, потом устать от нее, потом опять послушать. А вам не утомляет петь одну и ту же песню? Много раз в месяц, в год. Вот... Насколько сложно выступать? Я это имею в виду. Даже у вас есть программа, нужно ее петь, 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 петь. Да, случайно. Можно с ума сойти, наверное, или нет? Ну, смотрите, у нас есть как бы там каких-то 8-7 песен клиповых, те, которые хиты, да, которые мы постоянно, в принципе, пьем, а все остальное мы меняем. У нас как бы нет такого, что стандартно только одна программа на всех сольных концертах. Понятно, что мы сами решаем программу, а может, давай что-то поменяем. У нас много песен есть еще, те, которые не выпущены. И в дальнейшем мы будем постепенно это все выпускать. То есть у нас нет такого, что мы конкретно поем только эти песни. И вы знаете, каждую песню, напевно, что можно счасом спевать по-иншему. И чем мы и занимаемся, да. Так, мы не спеваем, это шаблонно. То есть, как она первый раз прозвучала, так она и вдоволь кількох годов звучит. Да. То есть вы меняете, да? Так, так, мы вносим свои какие-то моменты, какие-то смелизмы, где-то что-то меняем и так далее. Даже тот, кто послушает альбом, это совершенно другое, чем то, что мы, например, пели шесть лет назад. Ну, что-то там внесли новенькое. Вы, кстати, вносите сами, вам разрешают творческие процессы? Слава Богу, разрешают уже. Да. Или у вас есть кто-то, который говорит, так, одеваем латекс и идем работать. Или вы говорите не-не-не-не. Да, да, да. Я давно это хотела воплотить и наконец-то. Ага. То есть, в принципе, это творчество, то, что ваши задумки, планы вам все разрешают. Ну что, у нас на самом деле осталось не так много, пять минут. Можно начинать жарить. Давайте будем начинать готовить. Я так понимаю, что это будет. И я вас пропускаю. А я хочу вас спросить. У нас в эфире есть какая-то магия. У нас не проходит ни один эфир без воспоминания про Олега Винника. И почему-то он у нас всегда витает. У нас тоже есть история про него. Расскажите, что это ваша песня? Обе мы имеем самый любимый хит. Расскажите, как это случилось? Как вы познакомились? Мы познакомились давным-давно. Это было еще лет, наверное, пять или четыре назад на каком-то из концертов. Но как бы то, что это его любимая песня, мы узнали только несколько лет назад. Да, и если можно... Вот мы, кстати, видим это радио Пятница. О, так и говорим, Серж. Да, и Олег рассказывает о том, что песня «Обей мы» — это его най, улюблена душа. Нам, возможно, приемлема, насправде. И, честная признаемость, может быть, из нашего репортера эта песня тоже наша одна из наулюблення. Так. В ней сейчас есть особенный призыв к действию. И вот эта песня, это клип, который является любимым у Олега Вильнюка. Круто же? Не святил люди. Ну, интересно, что Олег настолько занятый своими волчатами. Ну, мы потом уже поднимемся цей сюжет. Предложения поступают. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. И, я думаю, что вы обязательно будете это афишировать в своих социальных сетях. Я бы я сказала. Ну что, там что-то уже жарится? Хлеб. Хлеб немножечко поджариваем. Подсушивает. Владимир с двух сторон. Да. Ну что, может быть, пока мы подсушиваем, может быть, хит-парад цен. У нас каждый эфир есть традиция, что мы выводим наши цены на эфир. Машенька, пожалуйста, если у тебя уже есть возможность, то можно взять это предложение от туристического оператора Адрея Хил. Смотрите, именно Владимир эти предложения составлял. И мы можем... Сейчас Жанночка зачитает, что... Какое предложение. А Владимир прокомментирует, что это такое. Девчонки, возможно, вам понравится Хорватия, если вы там не были еще ниже. Не были, кстати, в Хорватии. Вот прекрасно это. Давай же. Там Черногория только я... А, Черногория. Прошу прощения. Окей. Давай же. Итак, я вижу, что это Вилла. Подскажите, как правильно она читает? Бояна. Нет, это не Бояна. Вилла Мирица. Вилла Мирица. Вилла Мирица в Дубровнике с вылетами из Одессы. Какой в Дубровнике? В Джиновичи. В вылет из Одессы, Киева. 6.06. От 70 и 36 евро на двоих пакет на 7 ночей без питания. И расскажите, пожалуйста, что это за бонус идет в этом туре? Бонусы это пляжное оборудование на, собственно, песчаном пляже. Да. И экскурсия в Дубровник, в Хорватии. Ну, касаемо, допустим, пляжного оборудования. Виллы в Черногории, в принципе, эту услугу не предлагают, поскольку немногие, ну, практически нет объектов в Черногории из частного сектора, которые имеют собственный пляж. Очень-очень мало. Хорошо. Вот. Этот же объект имеет свой собственный пляж. Зонтики и лежаки предлагают бесплатно. Ну, а экскурсия в Дубровник – это бонус при покупке, в принципе, этого объекта. Хорошо. Так и есть. Девочки, кого бы вы хотели взять с собой третьим в номер? Вы знаете, мы уже были в трех. Поэтому мы не помели. Поэтому никого. Очень комфортно в таком тандеме. И если отъехать и отдыхать, я думаю, что это идеальная компания, когда мы в двоих. Все-таки ворвусь еще с вопросами. Жанна, простите, вы любите отдыхать, как все селебрити-звезды, где-то экзотично или вот вам нравится и дома отдыхать, и курорты доступны для всех? Ой, знаете, главное отдыхать. Просто отдыхать. Даже в зале я прихожу, отключаю телефон, думаю, наконец я отдыхаю с 10 до 11 вечера, я могу спокойно расслабиться. С 10 до 11 вечера? А сколько у вас подъем? Не спрашивайте. Все, продолжаем. У нас поздний завтрак и поздний подъем. Все, хорошо. Итак, еще одно предложение. Тахангас Котел Сан Резорт. Четыре звезды. Герцог Нови. Вылеты из Кива в мае 16-го, 23-го, 30-го числа от 762 евро на двоих. Пакет на 7 ночей. Здесь у нас уже есть питание, завтраки. И также бонусом идет экскурсия в Дубровник бесплатно. И еще предложение одно у нас есть от компании Адрия Хит. Есть. Эксклюзивная. Также это апартаменты в Веччах. Вылеты из Одессы, Киева и Харькова также здесь стоят. 13-го, 14-го июня от 576 евро на двоих. Классная цена. Пакет на 7 ночей, но без питания. Вот такие вот цены есть у нас. Может это все бронировать на фото.фон.фон. Ну что, у нас осталось уже несколько минут. Да, Владимир сделал гостевые бутерброды. А это ведущий. Такой запах пишет, такой запах. Вот такой вот запах туристом. Быстро, питательно. Ну, витамины есть. Морковь, лук, пожалуйста. Белок. Так, ну что, Жанна, закругляемся. Еще же дело. Давайте кружок, правда, или дело. Согласны? Дело. Итак, вы выбираете дело. Изобрази пьяного зомби, который пытается совокупиться с другими игроками. Это я, а я буду твоим... Ну давай. О, Боже. А я, кстати, такая хорошая, когда я пьяная. Так еще и зомби нужно быть. А еще зомби. А мне еще выпустите. Ой, ничего. У вас... Это было круто. Никто никогда не хотел изображать это дело в эфире. Спасибо. Потому что сейчас это нужно было бы сделать. Так. Ну что ж, правда или дело? Ой, ну давайте, Тэш, сейчас сделаем. Дело. Итак. Поставь себе на звонок диктофонную запись, сделанную другими игроками. Не подходит. Мне интересно. Долго. А, нет. Вы сейчас выбираете, так? Давайте встань. Давайте я встань. Можно? Можно, можно. Это дело попало? Так. Дело. Дело. Нарисую себе монобровь с помощью подручных средств. О-о-о-о. Можно солью? Нет. У меня есть маркет. Перманентно. Вы что? Так, а можно использовать специи какие-то? У меня в сумочке есть этот карандаш. Коричневый. Ну что, Володя? Может, вы рисуете монобровь? Я не знаю. Ну давайте. Давайте другое, ладно. Давайте. Сидим у вас. Нет у нас карандаша. Мы же девочки. Понимаете? Так. Представь, что ты дельфин. Представь. Победи в этом окружающих. Вот. Давай. Боже. А если честно, мне очень нравятся дельфины. Я также имела возможность с нами плавать. Такой заряд энергии и эмоций. Очень классный. Почуваешь просто. Так. Ну сейчас я буду вас как-то в этом. Да. Переконовать. Я думала, что вы мне тарелочку принесли. Вам. Дельфины же тоже играются. Так. Ну что. М тоже. Я могу еще наряд. Секунду. Ну можно ввинылевать и ка-какры vazgek сделаны. Увидела. 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 М square, слuckа. Но я их очень люблю. Владир Павлович. Давай ты попробуй так. Слово и правда или дело? Ну дело было и теперь надо. Ты когда-нибудь делал что, что стыдно до сих пор? что я скажу я так не честно не сказал у нас честно понимать еще не попала на необъятный остров кого бы я взяла с собой очень близко человек ну что поднимай нас поздний завтрак мы играем в правда или дело наши всегда гости отвечают честно мои гости поддерживают нашу зарядку в прямом эфире приносят призы подарки которые разыгрывают сегодня это альбома группы селфи мы обязательно выберем сети комментариев на фейсбуке кому же он достанется хотя я хочу чтобы он остался мне мы всегда дарим нашим зрителям подарки они прислали нам потом фото и видео отчеты девочки хочу вам сказать огромное спасибо что вы поддержали наш сегодняшний формат что немного позорачивались с нами в прямом эфире нашли время в таком плотном гастрольном графике я вам желаю классных концертов мы конечно же ждем еще вас в нашей студии да очень было приятно вас раскрыть увидеть вас вот такими добросередичными вот вне формальной такой дружественной обстановке завтрак уже готовы будем завтракать ну и по традиции когда у нас жан нас командует нужно все вместе пропеть доброе утро готовы владимир павлович готов это с вас и своя мелодия специально ваша мелодия просто прокричать хотите пропоить 34 доброе утро спасибо что были в эфире до встречи